Девушки отдыхают Он космический парень И в моей биографии Ну такой Может быть единственная мечта Создать репертуар Для него специально написанный Я вообще вижу его в кроссовере Потому что попсев Он будет При всей гениальности Он будет все равно один из Стартовал он удачно в Китае И успех можно сказать так Экспортировали сюда И совершенно заслуженно Потому что талантливый молодой человек С уникальным абсолютно голосом Диапазоном И конечно он интересен Просто хорошо сделать свое дело Вот как может это делать Димаш Несмотря на свой молодой возраст Это сложнее всего И потому таких как он Совсем немного Безусловно Потрясающие данные природные Голос Очень красивый тембр И красивый очень и субтон И верхние ноты Вот Главное Я думаю Что нужно ему найти Свою песню Президент назвал имя Первой персоны Которая войдет В национальный проект Сто новых лиц Этим человеком станет Димаш Кудайбергенов Как отметил глава государства Во время своей речи На 25-й сессии ассамблеи Певец Которому Небывалую свалу Принесло участие В китайском конкурсе Лицо казахстанской независимости Но султан Азарбаев сообщил Что перед открытием сессии Поздравил его Пожелал здоровья И дальнейшей реализации таланта А после даже свой доклад Глава государства Начал со слов Поздравления Димашу Кудайбергенову Скажи мне пожалуйста Как ты относишься К казахскому певцу Димашу Кудайбергенову Потрясающий певец Для меня это было открытие Как я думаю для многих Не просто открытие Это феноменальный певец Которых по-моему Земля уже давно не рожила Вот ты певец Которого мы помним Что ты очень богат Такими нюансировками Если вспомнить Песни из фильмов Которые вот Для Марка Захарова Писал и так далее То есть Там очень много нюансов Вот скажи Димаш Вот на мой взгляд Он певец нюансов Там очень много переходов Переходных нот каких-то У него диапазон Конечно Бешеный Почти пять Ну Мне такое Нам никому и не снилось Это такая И мысумок мальчик Была такая певец Я помню И мысумок Да Вот Поэтому Насчет нюансов Не знаю Но просто Я когда его услышал Я рот открыл Не мог вообще Выдохнуть Это потрясающе Но мы можем только пожелать Нашему зрителю Российскому Чтобы он его Наконец-то для себя Открыл Потому что Его знает весь мир Но российская публика Его знает не так хорошо На нашей эстраде На нашей сцене Появился Я имею ввиду На мировой Не на российской Появился такой Димаш Кудайберген Ты слышал Такого исполнителя? Слышал А что ты можешь сказать? Нет, я тоже слышал И видел меня в живую К сожалению Очень сожалею Не в живую пока еще Когда я его услышал Я абсолютно Вот с абсолютным пониманием Осознанием Я понял То, что я сам говорю Что То, что дано тебе То, что дано мне Это Это не тот И это не наша заслуга В этом То, что мы имеем Такие вот голоса Такой тембр именно И это относится В огромной степени Этому Этому молодому человеку Этому потрясающему вокалисту Уникальному вокалисту Данные которого просто Потрясают И он меня Очень близок Потому что у меня У меня подобное Вот ять Почему тебя спрашивают? Потому что твои верхние ноты Знают все Понимаешь? Ты этим очень знаменит И поэтому Когда, Сережа Когда я увидел его впервые И услышал его работу Меня это настолько Потрясло И поразило Думаю Господи Какое счастье Я всегда радуюсь Когда на сцене Появляется настоящий профессионал Настоящие Вот Богом одарены люди А когда я прочел фамилию Димаш А там было Логично Хэ Худай Берген Худай Берген Что означает? Худай это Знаешь что? Худай это Бог Это Бог Худай А Берген это Берген данный То есть Получается Если переводить Получается Посланный Богом Я с тобой согласен Ты понимаешь? То есть это человек Который миру Людям Посланный Богом Действительно Вот этот Его голос Его голос Это дан ему Действительно Прежде всего Это прославлять Действительно Небеса и Всевышнего Потому что Господь дает Каждому человеку Что-то И голос И его способности И таланты И поэтому Вот он реальный Реальный человек Реальный человек Которому действительно Бог дал Этот великий талант И действительно Во славу Небеса и Всевышнего И на радость На радость На радость нам всем Да На радость людям И счастье И твое И мое И многих Я думаю Очень-очень многих Профессионалов Которые Которые вот Искренне И честно Принимают его А вот его принимают Настоящие артисты Которые сами Не изменили Форму носа Что нам с тобой Некратит Никогда Слава Богу И поэтому Я безумно Рад Тому Что этот человек Это потрясающий вокалист Молодой вокалист И молодой человек 24 года Всего Это потрясающе Мариш Тебе знакомо Имя Димаш Кудайбергенов Ну Знакома С твоей подачей Я обращаю Всегда внимание На исполнителей Из Казахстана Потому что Ну ты же сам Майз Казахстана Я родилась И выросла Джамбули Ныне Тарас Поэтому любые Какие-то певцы Оттуда Не какие-то А очень талантливые Как оказалось Красивые Перспективные Молодые Конечно Рады На мой взгляд Превосходный голос Драматический дар Искусство Самовыражения Что на эстраде Бывает редко Все поют ноты Этот поет содержание Плюс Вот согласен С тобой Да Через какую-то такую Личностную призму Что тоже очень важно То есть он понимает О чем поет Да Проще говоря Глядя на него Я вижу, что он понимает О чем поет Да Танюш Привет Привет Сережа Хочу задать тебе Такой вопрос Скажи пожалуйста Ты знаешь Такого певца Димаш Кудайберген Да Ты мне Повторяю Говорил Ты его Открыл Для меня Поэтому Да Хорошо Скажи Что ты думаешь О нем Уникальный голос И тут Даже знаешь Что я хочу сказать Для меня Певец Это не тот Который поет Громко Который может Боже Там Не знаю Он кстати И громко Не в этом дело Когда человек Поет так Что Слушаешь И растворяешь В этом Зрюмке Не уши режешь А вот Слушаешь И понимаешь Вот этим Наслаждаешься Вот это класс Супер Правда Он обладает Вот это пение Это не громко Орать Чтобы в ушах Закладывало А чтобы действительно Это было красиво Ты один раз В интервью Сказала Что человека Невозможно Научить петь Да Что он либо умеет Либо не умеет Я с этим абсолютно согласна А ты знаешь Что у Димаша Два высших Образования И у него Второе образование Джазовый вокал Я знаешь Думаю Что он учился Может быть Его там научили Не то чтобы научили А помогли Подсказали Как там Дыхание Хотя Я не знаю Отфилировали Да Ну сказать Что он не пел Нет А пришел Получил высших А это Богом Моцелова Конечно Конечно Это уже больше Наверное Там Ну вот Как вот Такой Он учил музыкал На нескольких инструментах Музыкальных Ну вот Закс Ну я не Рояль Это мы Уже не родился Не Не Вот это вот А Я все что научиться рисовать Я считаю что нельзя Можно конечно учить Я вам нарисую Научусь Там Пропорцию Но Эту картину Не захочешь Никому Вот просто Смотреть И я вот Хочу Вот туда Я Знаешь Какой же В фильме Может конечно Я славно Чуть пить Только Зачем Да Ты знаешь Что у него сейчас В ноябре Будет сольный концерт В Лондоне И что когда Начали продавать билеты Иностранцы Обвалили сайт И сейчас Заново делают сайт Что все ждут Продажи билетов Потому что Едут со всего мира Молодец Ты хотела бы Я лично Очень хочу Я бы хотела Но У меня Диза нет Но в Лондоне Нет Ну так надо Сюда приглашать Я хотел бы Чтобы он в Россию Приехал Приглашаем Димаш Мы ждем тебя В России В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Я думаю Что при правильной рекламе При правильном Все это было Обравление Будет Ну и так Аншлаг Но просто Все мы не знаем Все слышали Почему в России Он менее популярный Чет в Китае Именно в России Потому что У нас Его так не подали Ты не забывай В Китае Всего год еще не прошел Он в прошлом году Только победил в Китае Время должно пройти Поэтому я его очень жду А еще бы не хотелось Чтобы у него еще песни были Помимо вот этой классики Красивой Еще и такое Что вот Ну а грешную страсть Как он спел На новой волне Она же прекрасна Нет, свои Когда вот Новые Да, свой репетуар Свой репетуар Это вообще Это все Тогда Мне надо делать клип С молодым певцом Димашем Не знаю Смотрели вы его В последнее время Я Ну слышали пока Слушали Такой казахстанский парень Ему 24 года По которому сошел с ума Китай И вся Юго-Восточная Азия Он победил там В проекте У него по 600 миллионов Просмотров там на песни И мы с ним записали песню И выпустили сейчас И Это имеет огромный успех Я Мы сели с ним С Димашем И стали думать Кто может отснять клип А он говорит Игорь Яковлевич А вот кто снимал клип С Хворостовским Я говорю Это Бадоев Говорит Вот бы он Я ему позвонил Боже мой Как он обрадовался В фестивале Славянский базар В 2015 году Вы очень Хвалили Димашка Дубергена Да А не планируете ли С ним как-то сотрудничать Да Как у него дела-то сейчас Он популярен Да Я в этом смысле Даже Более чем Я помню Что мы общались И я с удовольствием Что-то сделал С казахским исполнителем Какой-то фит Как сейчас говорят Вот С удовольствием И я помню Что у него Выдающийся голос Он очень высоко Красиво поет Вот И по-моему Он победил Там заслуженно Я слышал Что он в Китае Какие-то у него есть И очень любят Там Да Тоже важно И тоже приятно Дай бог ему успехов И с радостью Что-нибудь сделал бы вместе По Я вот сегодня Там в гостинице Работал телевизор Музыкальный канал Где только казахские Исполнители Вот Там в том числе Иногда и рэп Присутствует Но в основном там Такая поп-музыка Очень качественная И симпатичная Ну и ролики Вполне достойные Так сказать Я оценил Отметил Что достаточно много всего Происходит Много музыки Рождается Вообще Казахские исполнители Если говорить Не о рэп А просто О музыкантах Это Очень талантливый народ В этом отношении Казахского певца Всегда Услышу сразу Потому что Есть некая Такая тембральная Высокая окраска Которая Очень характерна Для этого Для этого Для этого Для этого Субтитры создавал DimaTorzok